Привет всем, мои дорогие подписчики, гости моего канала, с вами Нирамс, и сегодня у нас будет видео на тему сборка компьютера за 30 тысяч на i7. Сейчас не буду рассказывать вам про северные процессоры Xeon, в народе Xeon их называют, таких сборок в интернете много, кстати, тоже неплохие такие вариации, то есть вы можете за 30 тысяч взять какую-нибудь материнскую плату под сокет 2011, Xeon и недорогая к этому оперативная память, потому что DDR3 она намного дешевле, чем DDR4. Сегодня речь не об этом, если кому-то интересно про северные процессоры, пишите в комментариях про это, может быть даже закажем с Алиэкспресс, через месяц-другой эти запчасти, проведем опыты, запишем тесты, просто пока у меня нет финансов, все это дело заказать и провести тесты, потому что я сейчас озадачен тем, что я доделаю свой компьютер, заказал воденку, туда-сюда, и в общем с деньгами пока у меня пояса подвязаны. Сразу говорю, что чтобы собрать данную сборку дешево, надо воспользоваться либо Авито, либо Алиэкспресс. На Авито мы покупаем эти процессоры бушные после кого-то, их надо обязательно проверить, потому что ребята, они могут быть уже не в рабочем состоянии, то есть такие люди встречаются, продают сломанные вещи, мне такие люди неоднократно попадались, поэтому будьте внимательны. А на Авито вводим, к примеру, i7-2600, есть такой процессор обычный, есть процессор Skate, Skate он покруче, но он подороже. Как вы понимаете, если вы собираете за 30 тысяч сборку, то скорее всего у вас не будет денег, чтобы взять процессор Skate, потому что они уже продаются за 10-11 тысяч, а вот этот процессор можно найти за 6-7-8 тысяч. Но средняя цена его 7 тысяч на Авито, то есть вот такой камушек, вот смотрите, то есть его можно смело вот тут найти за такую сумму. Но это надо лазить, смотреть, их тут очень много, прям очень. Другой вариант купить на Алиэкспресс данный камень, спокойно с бесплатной доставкой можете купить. Опять же повторяю, такой процессор лучше брать с разблокированным множителем, но он вам дороже обойдется. К примеру, даже если заказывать с того же Алиэкспресс, вот смотрите, то есть у нас около 9 тысяч получится, дешевле никак. Потом к данной сборке мы берем материнскую плату, к примеру, у нас в Регорте есть вот такая плата за 4600. Если так полазить, можно платы намного дешевле найти, то есть это довольно-таки такая высокая цена под этот сокет. К примеру, зашел, нашел вот плату за 3000 под данный сокет, поэтому сами думайте, если поискать, можно спокойно найти недорогую плату. У нас получается, смотрите, процессор 7000, плата 3000, единственное, что у нас остается, это сейчас купить, допустим, оперативную память недорогую к данному процессору. Мы можем купить оперативную память как БУ, так и новую, то есть на цвет и вкус товарища нет. Если будете покупать БУ оперативную память, то обязательно смотрите, рабочая она или нет, то есть проверяем ее на работоспособность. Если будете покупать новую оперативную память, то она вам обойдется около 5000 за 8 гигабайтов, но если хорошо полазить, можно найти и дешевле. Я видел там и за 4000, цены, они везде колеблются, можно спокойно найти дешевле. Как вариант, такая память, 2263 рубля, 1600 частота, невысокая, кстати, но она нам подойдет. То есть у нас получается две планки на 4500. Если посмотреть, во сколько эта сборка нам обходится сейчас, получается около 14500 уже на данный момент. Дальше к данной сборке мы берем вот такой Western Digital на 1 терабайт, довольно-таки неплохой жесткий диск. Чем он примечательный? С тем, что из бюджетных жестких дисков у него самые меньше показателей по браку. К примеру, того же Seagate Barracuda за 2017 год по статистике брака намного больше, чем у данного жесткого диска. В общем, неплохой жесткий диск. Если у вас все-таки есть деньги, вы хотите взять что-то получше, можете взять Western Digital Black, он намного надежнее, лучше. Но так как у нас сборка бюджетная, денег мало, мы просто обойдемся данным одним жестким диском. Потом к данной сборке мы берем вот такой, смотрите, блок питания за 2500 рублей от Thermaltake. Если мы будем брать, допустим, какую-нибудь бюджетную карточку типа 1050 Ti, нам данного блока питания будет за глаза. И сейчас у нас получается вся сборка без корпуса и видеокарты уже в 20000 обходится. То есть, смотрите, мы сейчас покупаем еще корпус, к примеру, самый дешевый. Его можно купить за 900, за 1000 рублей. Можно на Vita бушный купить, можно новый. Берите на свой вкус, если у вас есть деньги, можете что-то получше взять. В любом случае, единственный параметр, на который вы смотрите, это его ширина, высота, чтобы все туда влезло. По поводу кулера к i7-2600, забыл сказать, ребята, это не особо горячий процессор, он имеет под крышкой припой, и какой-то очень дорогой, очень крутой кулер ему не нужен. К примеру, даже вот Deepcooler S40, который будет за глаза, можно даже взять что-то попроще. То есть, не надо что-то покупать сверхкрутое, потому что данный процессор не является каким-то сверхгорячим. По поводу видеокарты к данной сборке, бюджет, как вы понимаете, у нас небольшой, 30 тысяч, поэтому, смотря в каком вы будете магазине покупать, можно найти недорогую, как GTX 1050 обычную, не TI. Вот, и у вас сборка где-то будет стоить 31-32 тысячи, в зависимости, где вы будете покупать запчасти. Если все-таки у вас есть еще какие-то деньги свободные, да, то можете добавить еще там, допустим, 3-4 тысячи, найти какой-нибудь GTX 1050 TI на 4 гигабайта. И это будет намного лучше, чем вы возьмете просто 1050 на 2 гигабайта. Ну и в целом, у вас сборка обойдет суммарно в 35-36 тысяч. Как вы понимаете, за эти деньги мы собираем компьютер, хоть и не из новых запчастей, но на i7, причем не в каком-то там плохом, не в каком-то там серверном. Это достойный процессор, который показывает очень хорошие результаты в компьютерных играх. И такой вариант я вам советую. То есть, если у вас бюджет ограничен, и вы, к примеру, не знаете, что купить, если выбирать между, к примеру, тем же самым гиперпанем, или вот, что я собрал за 30 тысяч, я вам показывал сборку на Ryzen, на встроенной графике, то лучше, наверное, все-таки вот собрать вот на этом i7-2600. То есть, это будет намного круче, ребят. И фпс у вас будет намного больше. Ладно, ребят, спасибо, что посмотрели данное видео. Если вам понравилось, ставьте обязательно такие жирные лайки. Если оно вам не понравилось, вы все без меня и так знали, то ставьте дизлайки. То и то для канала полезно. И от лайков, и от дизлайков видео быстрее попадает в рекомендованные. Похоже, оно набирает больше просмотров. И это все замечательно. Можете подписаться на канал, нажать на колокольчик. На колокольчике можете нажать, что хотите, получать уведомления о всех моих роликах. Ну и что, до новых встреч. Пока, ребят.